Иногда хочется сменить серый мир на яркий, холод сменить на жару и хоть на короткий период забыть о существовании зимней одежды. Я приветствую вас на канале Цифровые Кочевники и мы с вами отправляемся на остров Пхухер. Я чувствую просто как по всему телу растекается пот. Уже встала неплохо от жары. В лесу жарче. Несколько раз. Да, в обоську, в российскую обоську. Короче, я заболела. Дорога до Пхухета далась нам очень тяжело. Мы были в пути более суток, без полноценного сна и отдыха. Но, несмотря на это, в первый день приезда мы все-таки решили дойти до моря, где наша усталость сняла, как рукой. Поехали мы по путевке в Фортуна, то есть там была указа только категория номера, три звезды, но абсолютно было неизвестно местоположение отеля и все остальное тоже. Вид из окна у нас, конечно, оставляет желать лучшего, но, в принципе, раз у нас Фортуна, не самый худший, я думаю, вид. Из минусов все немного такое обшарпанное и вот, к примеру, кушетка, она такая грязная. Но, в целом, все выглядит прилично, вполне отлично за эту цену. Мы пришли на завтрак, он скромный, но, в принципе, не глухой, за той столице, за которым мы поехали в ТОР. Ну, пожелайте мне приятного аппетита, я начинаю кушать. Вышли с Сашей для того, чтобы снять байк и изменять доллары на бат. Обращаю внимание на такой трафик, узкая улочка и как много здесь едят байков. И не только байков, нам придется пропустить большую машину. Приходится всех пропускать, прежде чем самим пойти. Всем привет! Наша первая поездка на мотобайке в Фухете. И ощущение, что мы где-то в Москве, только с декорациями Таиланда. Движение просто прям такое адовое. Мы приехали в Фухе Таун, это известное туристическое место. Здесь сделаны дома в колониальном стиле. Гуляя по улочкам Фухе Тауна, неожиданно для себя мы вышли к храму. Храм Ват Пута Ман Кон является самым главным столицей и очень почитается у местных жителей. На территории храма растет величественное дерево. Посмотрев на него, я сразу вспомнила фильм «Аватар», в котором было священное дерево Эйвар. Впечатляет. Мочь. Ну что я могу сказать, минус тая, ходишь постоянно потный, просто постоянно. Мне от жары прям плохо. Очень плохо от жары. Я чувствую просто как по всему телу растекается пот, он везде, на лице, на шее. Вечером мы пошли на ночной рынок в поисках вкусной еды. Сегодня мы пробуем тайскую еду в местном фуд-маркете. Сегодня стоим я за 150 бат. И пайн, эпл и райс, если я правильно их назвала, тоже стоят 50 бат. Блюдо выглядит великолепно. Надеюсь, они будут такие же вкусные. А еще они большие. Вот мы берем два блюда на двоих. И нам хватает. Так, оставили Саши в ларечке. Нас привлекла вот эта цена за желтый манго. 40 бат. Помимо этого, еще есть драгон фрукт по 60 бат. Пайн, эпл и ананас за 30, по-моему, бат. Ну, конечно, все это выглядит очень аппетитно. И мы не удержались. Ням-ням. Подкрепившись наивкуснейшими фруктами, мы отбирались в самое популярное место на Фухете. К статуе Большого Будды, куда ежедневно стекаются тысячи людей. Всем привет! С вами цифровые кочевники. И сегодня мы посещаем большую статую Будды. Она вон сзади. Такая большая белая громадина. Впечатляющий размер, размах. А еще тут сзади, напротив статуи Будды, шикарнейший вид. Он, это Будда, потому так и сидит там спокойно и наблюдает, потому что нельзя наблюдать такой вид с другим выражением лица. Наверху нам повстречались друзья наши меньшие. Опасные обезьяны. Шутки с ними плохи. Если у вас есть еда, то вы обязательно станете их мишенью. По пути к Большому Будде есть такая вот комнатка с золотыми статуями и умиротворяющей буддийской музыкой. И на самом деле мне это место наполнило умиротворением даже больше, чем наверху сама статуя. На следующий день вкусно позавтракав мы отправились дальше изучать остров. Мы приехали к храму Челон. Сейчас вместе с вами будем его посещать. Ворота уже впечатляют. И впереди я вижу, что там тоже очень красиво. Поэтому пойдемте с нами. Так, мы идем в сторону этого большого храма. И посмотрите, как уже красиво. Какая там высокая башня. Я думаю, что... Ну, я не думаю. Я уверена, что нам это место очень понравится. Мы сейчас посещаем храм. И мы наступили ни о чем не думая вот на порог. К нам подошла местная женщина и сказала, что так делать нельзя. Потому что по их местным обычаям ну, это что-то там связано с плохими духами, что ли. В общем, если вы в храме или просто видите вот такой вот порог, обязательно переступайте через него. Далее мы направились в здание Чедипхра Махатхат. Это место, где хранится святыня. Часть костей Будды. Фасад выполнен в золотом стиле, традиционном для буддийских зданий. Внутри храма находятся множество фигур Будды, а стены украшены яркими картинами, рассказывающими о его жизни. Именно на последнем, третьем этаже хранится святыня. Внутри небольшого шара находятся маленькие кусочки костей Будды. храмовый комплекс включает в себя различные постройки, сад, беседки, колокольню, крематорий и основные храмы. Рекомендуем закладывать на посещение комплекса несколько часов, чтобы все посмотреть в спокойном темпе. А мне хочется отметить, что здесь очень красивая территория, просто невероятной красоты, все очень продуманно, высажены цветы, кустарники, висят кашпо с цветами, скамеечки, дорожки, ну просто невероятная красота. Я люблю такие места, места, где все продумано, где все красиво и душевно. Мы приехали на новый пляж, Ау-Йон называется. Сейчас будем его тестировать, и вы вместе с нами. В общем, этот пляж мы не рекомендуем. Не тратьте на него свое время. Вода мутная, плюс там много ракушек и старых кораллов. Заход очень сложный. Мы с Таней приехали в скрытое место Таиланда. Это смотровая площадка Каукат. Мы поднялись на смотровую площадку и оказалось, что здесь обзор 360 градусов. Куда ни посмотри красивый, красивейшний вид. Это непопулярное место. Кстати, Саша любит такие места, где мало туристов. каукат. 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 название. Я это много видела на видео и всегда мечтала попробовать. И оказалось, что здесь оно есть. Чему я очень рада. У нас здесь еще тарелочка с грибами, еще тарелочка с морепродуктами и тут еще какие-то штуки непонятные. Честно говоря, мы даже не знаем, как это правильно есть. Первый раз попробуем. В общем, нам пришлось попросить помощи, потому что было непонятно, как это готовить. Ну, частично было понятно, частично нет. Поэтому мы решили попросить помощи и наш молодой человек помогает. Сегодня мы немного перепрошились с количеством еды, так как попали в новое очень интересное место и не смогли сдержаться. Поэтому мы с Сашей решили, что мы сегодня отмечаем и приезд и отъезд. и середину отпуска. Мы приехали поплавать со слонами. Есть такая услуга на Пухете. Кстати, дорога очень красивая и я уже внизу вижу слоников. Посмотрите, какие виды. Класс. Да, он внизу слоны. Я в предвкушении жду, когда мы сможем покататься покупаться со слониками и потрогать его. Мы пришли купаться с элефантами, то бишь со слонами. Ждем сейчас их. Сказали, скоро будут и сейчас просто наслаждаемся здесь видами морем. А это мы купили еще за 100 бат бананчиков, чтобы покормить слоника. Так, Саша кормит. А слоник аж присел. Такой ну, типа, давай, корми меня, человек. Давай побольше еды. Сейчас Саша залазит на нашего слоника. Сзади еще один слоник. Думаю, что это страшно. Я думаю, что это страшно. это ст Ads пауза. Хе! Миша 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 Сейчас Сашу поцелуют, ну или слюнями обрызгают, вот, теперь поцелуй. В общем, сейчас мы немножко порезвились со слонами, ощущения странные, они выполняют команды, которые им говорят, вот ребята, вот, то есть их все-таки дрессируют, я думаю, что они, конечно, не дрессированные, но оказывается их дрессируют, это означает, что, ну, все-таки еще какие-то силы, может, к ним применяют, к сожалению, кто знает. Предлагаю вам посмотреть за Сашей, как он моется в тропическом душе, это надо прям какую-то такую эротическую музыку вставлять. После слоников мы поехали на самую южную точку Пухета, на самый южный пляж, и по пути нам попался красивый вид, я предлагаю насладиться им вместе. Саша на сапе, а я решила, что я не хочу сап, я каяк, по сути, вроде ни разу в жизни не пробовала, поэтому я решила на каяки. И, естественно, после того, как я обгорела, мне теперь нужно закрывать ноги, и я на себя накинула полотенце. Ну, все, поехали. Итог по пляжу Януй. Отличный пляж, вообще шикарный, возможно, один из самых лучших или даже лучший во всем Пухете. Зачем стоит сюда ехать? Первое, это снорклинг. Тут просто плаешь на 10 метров, и уже идут рыбки, рыбки, рыбки. И второе, тут можно взять в прокат каяк, и можно взять в прокат собор, и просто поплавать. И мне очень понравился этот пляж. Здесь есть чем заняться, красиво, прозрачная вода, много рыбок. Я в первый раз в жизни видела столько рыбок, это так было круто. И туалет, и душ. Да, еще плюс, мы здесь воспользуемся бесплатным туалетом и душем, минута 10 бат. Поэтому цивилизация, можно сказать, для Таиланда. Мы поехали и попали в пробку. Ну как пробку, очень-очень, такое плотное движение, ехать некомфортно. И мы подумали, а что бы нам не переждать это все в каком-нибудь кафе. И вот нашли придорожное кафе. Сидим, ждем свой заказ. Нам принесли нашу еду. Мы заказали патайса, папайя-салат, кокосовый суп с курицей. В общем, суп объедением. Он его прям чуть-чуть сделает остреньким, как мы и любим. В общем, суп огонь. Откусно. Да. На следующий день по пути в Королевский заповедник мы случайно заехали в тайскую мусульманскую деревню. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, мы приехали в Королевский заповедник. Кау-Пхра-Тео – это не просто заповедник, а детственная, нетронутая природа с густым тропическим лесом, водопадами и разнообразной фауной. Здесь такой приятный, сладкий воздух. Саш, как тебе? Шикарно. То, ради чего надо ехать в Таиланд. В общем, мы в итоге взяли гида, потому что здесь нет людей, никто не ходит. И, в общем, как бы стало страшно, если честно. В общем, я иду, и у меня все внутри сжимается от страха. Окей. Но с гидом явно спокойнее. Понятно, что это не 100%, наверное, защита. Но все-таки человек, который здесь живет, он там, я думаю, что со многими моментами разбирается и многое понимает. Проблема в том, что здесь очень жарко. В лесу жарче в несколько раз. Здесь прям повышенная влажность, то есть я так еще ни разу не потела. Напухетит. Нам сейчас предстоит пройти вот на ту часть, представляете? Именно в этом месте мы упали в воду. Упасть в воду в тропическом лесу, где укус некоторых животных может стать летальным, было ужасно. К тому же вся техника, телефон и микрофоны упали тоже. После чего микрофоны перестали работать. Говорит, иди за мной. Я пошла за ним. Он начал падать. Веревка, естественно, тоже наклонилась. И уронил меня. У меня телефон и все остальное. Упали в воду, поругались. Все как всегда. Обидившись друг на друга, дальше мы шли молча. А я мечтала просто поскорее выбраться из этого леса. Микрофон пока не работает, поэтому записываю как могу. Было очень страшно, но, слава богу, в итоге мы вышли из этого леса благополучно. Внимается, у меня теперь, возможно, постарело лет на пять. Ох, такой стресс. Попали на местный рынок. Прям место-место. Это вообще ни одного, наверное, иностранца, только мы с Сашей. И я взяла на вкуснейший арбузный сок. В общем, это арбуз со льдом. Это очень вкусно. Это натуральное кокосовое молоко. Они его сами готовят. Там стружка осталась. Это прям молоко. И тут еще разные специи. Мы сейчас с Сашей наберем. Решили с Сашей рискнуть и взять пончик. Ну как, я буду рисковать своей жизнью. Набрала я еще немного разных местных роллов. Надеюсь, будет вкусно. И еще решили взять вот здесь вот мужчина торгует готовой едой. Потом таких пакетиков. Вот и мы сегодня, как местные жители. Всем привет. С вами снова цифровые кочевники. И сегодня мы на пляже Корон. Это очень длинный пляж. Километров 5, может быть, даже 10. Чем он примечательный? Тут скрипучий песок. Такой белоснежный. И еще тут очень-очень чистая вода. Прям такая прозрачная-прозрачная. Очень классный пляж. Места достаточно. Иногда в пути мы становились местными. И как они перекусывали около дороги рядом с пляжем. Пляж Катаяй. Он достаточно большой. У него прозрачная вода. В пологе достаточно вход. А если едете в Таиланд, то обязательно покупайте такую маску. Берите ее обязательно. В Таиланде, особенно в Пухете, есть места, где можно поснорклить. Если смотреть на воду, то с правого боку тут можно увидеть камни. А там, где камни, начинаются рифы и рыбки. И как сказал Саша, там, где камни, там красивый подводный мир. Много-много разных рыбок. Цветных, полосатых. В общем, много-много всего. Поэтому обязательно берите с собой маску. Пришли с Сашей в китайскую кафешку, где их традиционная лапша. Мы были в шоке. Нам поднесли ножницы. И мы думали, зачем. Оказалось, лапшу нужно доставать, обрезать и во вторую тарелку накладывать. То есть такая система, что лапша одной длины. Ее нужно будет обрезать. Сесть, а саша, как называется, салат? Лианг-пи. Ладно. А здесь просто грибы моря. Ну, короче, это китайская кафешечка. Это не очень просто. Да. На ювелирной работе, чтобы обрезать лапшу. В общем, тут кухня. К сожалению, сейчас нам не видно, как готовят. Но тут и раскатывают лапшу. О, сейчас мы увидим, как это делают. Это самая интересная часть. Кафе очень вкусная. Нам очень понравилось. В общем, то, что это китайская лапша, которую они делают с ним. Она очень длинная. Вот она ее сейчас раскатывает. Очень длинная лапша. Мы пришли в магазин ТОПС. Это местные супермаркеты. Как у нас всякие ленты, ашаны, спары и прочее. Ходим, но мне ничего не понятно. Что-то пытаемся выбрать. Много вот типа соевое молоко. А еще кокосы хотим купить. Еще кокосы хотим купить. Но скидка, скидка, понимаете? Скидка. Скидка решает. Я теряю взять за 18 на 25 на чисто попробовать. Или целых литров или полтора неизвестных изоткрийцев. А это вот сгущеночка. Но она такая химозная. У нас в России лучшая сгущенка. Так, сейчас я в разделе с шоколадками. Но, как вы видите, они здесь, если переводить на рубли, стоят очень дорого. Вот эта шоколадка, которая подается у нас. Получается он за 176. Я помню, что у нас дешевле. Потому что если перевести это на рубли, то это что-то не около 600 рублей. Ну, литр спорта тоже получает за шоколадку в районе 300 рублей. Ну, короче, у нас шоколад точно намного выгоднее. Тут вообще не имеется ни слова покупать. Так, а здесь мы с лапшой в быстроприготовлении. Ее здесь такой большой выбор. И посмотрите, какой объем продается. Просто вот эта вот лапша. Быстроприготовление в таком объеме 60 бат. Просто невероятно что-то. Вот тоже большой объем лапши. Ну и дальше идет стандарт, к чему мы привыкли с вами. В баночках. Вот, и мелкие. Мелкие сейчас 7 бат. Всего оно около 30 рублей. Здесь даже есть корейская лапша. И японская. Круто. У нас здесь разбегается, уже набрали всякое всячное. Здесь еще по дороговому центру есть такой робот и предлагает. Кажется, это прокладки. Это червячки, шоколадные червячки. Офигеть. Мы нашли в продаже червяков. И за это хотят 145 бат. Итого практически 500 рублей. Чистый продукт. Чистый продукт, Саша говорит. Натуральный продукт. Ну что, берем червяков. В общем, ходим мы по этому ТОПСу уже, мне кажется, второй час. Магазины это просто похитители времени. Так, слушайте внимательно, как нужно ходить правильно в тайские магазины. Знаешь, купили все, что хотели. И потом главный элемент, куда нужно сложить все свои продукты. Правильно. В овоську. В российскую овоську. Это так смешно. Короче, я заболела. К сожалению, подходила ротовирусная инфекция. Ну, какой-то кишечная инфекция. Потому что у меня и теория, и рвота. Живот крутит. Я думаю, любой, кто сталкивался с болезнью в отпуск, на отдыхе, понимает, что это просто какой-то трэш. Я там, а там, а там. Хорошая погода. Там кто-то на пляже отдыхает, загорает. А я здесь, в комнате, сижу, мочусь. Пришел Саша. Он мне купил кокос, как я заказала. Кокос и воду. И электролит, и кола. Вот сейчас будем разбираться. Начну, наверное, с электролитов. Кокос, потому что холодный. И колу тоже. Ввожу в курс дела. Прошло 7 часов. Улучшений нет никаких. К тому же, мне кажется, что началась еще температура. Короче, болеть это фигово. В общем, желаю всем, всем, всем и себе, в том числе, здоровья. В общем, уже вечер. Лучше мне не стало. Все так же. Я вспомнила, что есть активерный уголь. Сейчас принимаю активерный уголь. Плюс также мы узнали о средстве. Заборок называется. То ли белый зайц, то ли еще что-то. Если активерный уголь не поможет, у меня на очереди это средство. Это уже новый день. После того, как я лежала вообще без сил. Сегодня мне уже немного получше. Осталось мало дней отпуска, поэтому было принято решение все-таки поехать дальше по тем точкам, которые мы планировали. У нас получилось взять автомобиль в аренду. И мы выдвигаемся теперь в соседнюю провинцию. Тут Саша привыкает. Вообще, Пипец, непривычно. У тебя просто слева еще полмашины. Ну да. А справа ничего. А справа ничего. Слушайте, если у меня будет машина, я бы хотела ее таким же цветом. А это, кстати, перед вами макашница. Смотрите, у них сзади получается емкость, где угли, а сверху готовится еда. И вот так вот они передвигаются. Я забыла сказать, что едем-то мы в соседнюю провинцию Пхан-Га. Дорога туда займет нас порядка двух часов примерно. Это соседняя провинция от Пухета. Эта провинция славится тем, что там островок Джеймс Бонда, красивые виды на маленькие островки. И вот скоро как раз мы въедем в эту провинцию. Как раз сейчас приезжаем мост, который соединяет Пухет с другой провинцией. Как мы проедем этот мост, получается, мы оказываемся в провинции Пхан-Га. Совершенно случайно в поисках туалета мы попали в музей Бинь-Ярана. Вот такая симпатичная территория. Это просто вход в туалет, как атмосферно сделано. Пхан-Га Ребята, это просто вау! Это такая красота! Вы посмотрите, Саш, каковы твои впечатления? Красота! Любота! Это место однозначно стоит посетить. Смотровая площадка просто огонь! Если вы на Пхухете или где-то близко к этому месту, я вам рекомендую всегда обязательно приехать. Таких видов вы точно нигде не видели еще. Вы представляете, здесь на смотровой площадке бинокль Советского Союза СССР. Это неожиданность! В общем, мы доехали до лодочек. Сейчас отправляемся на экскурсию к островам Джеймса Бонда. Ну, это как стоит, что-то нам нравится. Очень красивые виды. У нас вот пока техническая пауза, решили поделиться впечатлениями. В общем, это какая-то невероятная красота. Что-то восхитительное. Такого в жизни мы ни разу не видели. Высадили нас, в общем, на каком-то острове и спросили, будем ли мы выходить. Мы сказали, да. Ну, а мы теперь поняли, нас выслили, чтобы посмотреть как раз остров Джеймса Бонда. Мы взяли в аренду каяк. Теперь я, Саша и Таец гребем. Втроем. Втроем. Так, мы подходим к какой-то пещере. Сейчас будем в нее заплывать. Честно говоря, очень необычно. Вау, красиво как. Круто, слушайте, это прям классно. И у нас новый грот. Мы в него как раз въезжаем. Мы подплываем к четвертому гроту. Он такой красивый, зеленый. Ух ты, там мангровые деревья. Вплываем к нашему финишу и однолеменно старт. Вот так вот, здесь мы стартовали и тут же финишируем. Мы подъехали к цыганской деревне и сейчас будем ее изучать. В цыганской деревне на воде имеются котики. Привет! Мяу-мяу! Также здесь водятся курицы. Саша, а как ты думаешь, что на стене? Это дети играют? Да, куриные дети. Ну нет, куриные дети не могут на стене так. Из плюсов здесь есть электричество и перед вами счетчики. Я уж не знаю, как сюда электричество протянули, но как-то и не протянули. Если бы я не знала, что это на воде, я бы могла подушить в какой-то городе, а это прот. На воде. У морских цыган есть даже мечеть. Причем такая внушительная. И тут очень большой контраст. Мы сейчас проходили улочку, там прям люди живут, но очень бедно. Голые стены, что на пол постелено, запах плохой, курицы бегают. И тут вот такая шикарная мечеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что интересно, здесь есть спортзал. Он построен на сваях, а как они сделали бетонное основание – большой вопрос, очень даже интересно. Но, конечно же, в цыганской деревне важно, наверное, даже не эти постройки, а, мне кажется, эти люди живут с очень красивым видом. Вид у них просто на миллион. Экскурсия была? Классная. Под стать цене. Да, ну, конечно же, главное – это виды. Виды невероятные. Островки, воде – это просто изумительно. Очень ужасно, что устали с дороги. Я нашла какое-то первое кафе, которое попалось мне. Но у самого по себе кафе рыб – ничего. Кафе называется Green Cafe. Случайно я его нашла. Так вот бывает, что случайно попадаются в очень удачные места. Сегодня вот пасный мой день, дождь, и завтра у нас вылет. Нам немного не подпартило в этом плане с погодой. Сейчас ехали на байке на Freedom Beach. Это прямо рядом с Патонгом. Но на выезде из Патонга, еще в самом Патонге, увидели гаишников. Я сначала замешкался, но потом мы сообразили, и я ушел вправо, я обогнул их. В общем, повезло. По сути, дорога на пляж Freedom идет через тайские джунгли. Опыт у нас уже с тайскими джунглями имеется. Главное – не падать в воду нигде. Огромный плюс пляж Freedom – это то, что он находится значительно далеко от дороги. Когда купаешься в море, открывается просто наикрасивейший вид на зелень, на природу. Это так здорово. К слову, все остальные пляжи Тайланд, ну, практически все, большинство, они находятся вдоль дороги. Вот здесь мы заходили, здесь бесплатно, а выходили мы вон там дальше. То есть там мы поднимались и сюда пришли. Тут очень много собачек. Смотрите, какой миленький там. Его забрать хочется с собой. Он так под камушком спрятался. Сейчас мы будем заправляться. Приехали на заправку, вот так это происходит. Саша дает деньги, показывает, какой бензин. Молодой человек заправляет на ту сумму, которую Саша дал. У нас сегодня заключительный день, и мы пришли в то же место, где мы и начинали кушать. Заказали рис, как в первый день, и заказали том-ям. Нам все принесли. Саша сейчас наливает суп. Как я уже сказала, мы заказали суп том-ям. Громадная тарелка. То есть это порция на двоих. И здесь еще тарелка риса. Тут тоже порция на двоих. То, что мы с Сашей любим в Айзи, это то, что здесь порции громадные. Сейчас мы покупаем дуриан. Будем пробовать. Мимо проходят какие-то иностранцы, говорят, смерть. Это означает, воняет. День сборов самый отвратительный день. Мы встали с позаранку. Отдыхать хорошо, а вот потом заниматься всем этим сбором, это просто отвратительно. Ребята, выпуск получился очень насыщенный. Пожалуйста, поддержите его лайками и комментарием. И до новых встреч где-то на планете Земля.